В определенный момент была на обучении Бориса Марковича Островского. То есть я на проектной сессии ездила, и Борис Маркович Островский, я ему задавала вселенный вопрос, ну почему я не могу перескочить, ну почему у меня не получается, ну почему у меня, вот я все делаю, я все знаю, я все умею, столько обучения прошло, ну почему у меня не получается. И он тогда мне сказал одну фразу, скажи, пожалуйста, для тебя компания, она где? Я говорю, для меня восприятие, что компания Фаберлик, она в скоростном поезде, а у меня ощущение, что я в заднем вагончике прицепилась, вот как шарик воздушный, лечу и по этим ступенькам, вот под этим рельсом меня мотыляет, и как будто мне сейчас кажется, что у меня голова разорвется, потому что я не успеваю за темпом, и я не понимаю, что делать. Скажите, что мне делать? И тогда Борис Маркович сказал одну фразу, которую я запомнила, и над которой я очень долго думала. Он сказал, ты должна быть всегда впереди на шаг от компании. Я говорю, я от компании до такого быть не может. Он говорит, найди то, чего в компании есть, но то, чего компания пока еще не делает. И перелети на самолете, и возьми с собой ту команду, которая будет впереди, или которая будет рядом лететь на самолете, рядом с компанией. Я тогда сломала всю голову. Я вообще не знала, что делать, потому что на самом деле потребности велики, и нужно сделать что-то больше, чем делалось до этого. Я не буду рассказывать историю, многие знают историю. Я просто скажу, что тогда я просто думала-думала, и мы с моими сыновьями, я им просто начала жаловаться. Я устала, у меня не получается. Я в квалификации директора. Я столько лет в компании, я не могу стартануть, я устала, я хочу уйти. И Светлане Заварухиной позвонила и сказала, все, меня достало вот так вот, все, не хочу, я ухожу. На что Светлана сказала, подумай прежде, чем уйти, потому что разрушить можно, а стартануть заново сложно. Подумай, сделай паузу, определись. И я пожаловалась сыновьям, и они сказали, хорошо, давай мы с тобой обсудим, чего сейчас нет. И мы выяснили, что компания только-только начала входить в интернет. И я понимаю, что я могу действительно что-то сделать в этом. И тогда мы просто покупали курсы пачками, изучали интернет. И я вот с этим страхом до 4 утра плакала, как Валя. Я ревела, потому что я не понимала, что такое интернет. Я не понимала, что такое лиды, я не понимала, что такое конверсия. Я ничего не понимала, я не знала, как кнопочки нажать. Но у меня была такая сила желания взять и начать делать. И я, конечно, быстро буду двигаться. Я вам просто представлюсь, на что мы обратили внимание. И я рекомендую каждому обратить внимание. Есть большая проблема, почти 95% людей, именно неуспешных сетевиков, что состоит в том, что их бизнес работает без системы. То есть там по чуть-чуть, здесь по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, так по чуть-чуть. То есть по чуть-чуть. И вот такой происходит аврал, когда голова трескается, не знаешь, куда двигаться. Они не могут автоматизировать все процессы происхождения в нем. Это вот, слава Богу, у нас сейчас есть агентские пункты, есть наставники, есть вышестоящие драгоценные директора, которые великие, которые могут... В любой момент ты только плачешь, говоришь, что у тебя не получается, а он уже сказал. У нас это есть сейчас. Просто нужно брать это. Я не забуду никогда, когда я звонила Саше Лысенко к своему стоящему наставнику, и пять часов его мучила. Берла тетрадку и записывала. Я искала, я Олега, Свету, всех дергала, скажите, что делать. Поэтому у вас у каждого есть возможность определить, в чем проблема и как организовать процесс. Давай следующий слайд. В чем проблема текущей части кадров? Очень многие знают, что есть люди приходят и уходят. Приходят и уходят. Вот чтобы текучести не было, это почему происходит? Потому что наставник новичку ничего не может дать. То есть или не обучаются, или не обучают, или просто не хотят, или просто не на связи. Все. Нету наставничества, нету вот этого сопровождения, и из-за этого уходят новички. Они приходят и разочаровываются в компании. Они разочаровываются в прекрасном будущем, которое могли бы получить. Потому что наставник не смог, не соизволил. Или обучают тем методам, которые уже сейчас не работают. Или дают ставку, делают ставку только на рекрутинг. То есть на привод людей, а сопровождения нет. Это вот те проблемы. Я не знаю, у кого-то этих есть проблемы, у кого-то нет этих проблем. Вы просто складывайте на себя. Если что-то с вами откликается, себе делайте эту пометку. Это тот пункт, это та точка страха, через которую нужно переступить и начать это делать. И тогда обязательно, использовав это, изменив это, у вас пойдет движение. Скачет от рекрутинга к обучению. Тот пообучал, то порекрутировал, то и скачет. Давай следующий сайт. Есть три кита вообще, вообще сетевого маркетинга, MLM маркетинга. Это три кита. Первый – это рекрутинг, это обязательно новые консультанты. Это обязательно новое вливание. Это обязательно те люди, которые приходят. Потому что те, которые давно, они где-то устали, где-то у них происходят те же проблемы, которые с нами. Кто-то, может быть, не получил от наставника чего-то. И он, ну вот расслабился, он сдулся, ему скучно уже. А новички, они горят. И поэтому очень важно, чтобы приходили новички в команду. Обязательно четкая система пошаговая обучения конкретных действий. Если вам это сложно, соедините со своими наставниками, соедините со своими директорами. Пропишите, скажите, мне надо. Трясите своих директоров, мне это надо. Моим людям это надо. Мы для своей команды в интернете, вот действительно мы на это наткнулись, и мы начали это делать. Я просто рассказываю, что у нас есть в интернете. У нас есть собственный сайт, мы это дальше поговорим. Дубликация и контроль. Обязательно контролируйте людей. И обязательно обучать их делать те же самые действия, которые делаете вы. Ведь по сути, простые у нас действия, согласитесь, да? По сути, простые. Вот есть каталог, вот есть продажи, вот есть привод новичков. И не всегда нужно говорить умные фразы и быть таким великим, конверсии или еще что-то. Можно говорить, вот как Валентина говорит. И действительно хочется идти к этому человеку, согласитесь? Потому что чем вы проще, чем вы теплее, чем вы больше показываете людям, что они могут получить, тем больше люди отдадут вам в ответ. Потому что здесь есть возможности изменений. Аминь. Ну, я вам показала просто ту схему, по которой работаем мы. Это у нас есть интернет-сайт для рекрутинга, специально проекты. Дальше люди с этого сайта приходят, мы их заводим на обучающий сайт. Дальше они проходят специальное пошаговое обучение. Дальше они обязательно встречаются с наставником. Есть система именно сопровождения, скайп-чаты в интернете мы создали. Мы создали вебинары. Сейчас прекрасно есть у... Раньше только у моих людей было для моей структуры. Сейчас прекрасные вебинары каждый день. Проходят через интернет, и вы можете на них быть. Потому что это вы все структура Светланы Олега Заварухина. По понедельникам это бизнес-возможности проходят. Это всего на полчаса. 18.30 московского времени. Начало и на полчаса. И разные директора проводят. Во вторник проходят именно по продукту. И разные темы продуктовой линейки. По средам это уральская ссылка. И там очень много интересного материала. И в то же самое время. По четвергам это именно рекрутинг. То есть тематика именно как приводить людей, где их брать, какие есть методики. А по пятницам проходит обучение именно по бизнесу. И представляете, какой момент у вас шикарный есть. Если вы просто сами определились, взяли своих людей за руку и привели в обучение. Здесь привели в обучение, привели в интернет обучение. Потому что есть люди, которые не любят ходить на мероприятия. Ну а они с чашечкой кофе, вот так вот сидя на диване, в удобной позе, с удовольствием смотрят и обучаются. Давай, наверное, дальше. С чего начали мы и на что я вам рекомендую обратить внимание. Определите свои проблемы в структуре. Потому что можно говорить много, но у каждого она своя. Может быть, если у вас нет структуры, то эта проблема, почему ее нет? Почему вы вдруг не захотели этого? Вы не захотели или вы не смогли? В чем проблема? Определите свои проблемы. Какие показатели необходимо подтянуть? Очень важно определиться. Не хватает у вас новичков? Не хватает у вас организаторов бизнес-групп? Или не хватает у вас личного объема? Или недостаточно у вас информации? Какие показатели вам необходимы? Именно вам, в вашей структуре. Именно вам, как личности. Третий пункт. Нет, 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 нет. Какими методами можно поднять показатели? Мы все знаем эти методы, я о них рассказывать не буду. Если не знаете, трясите своих наставников, они вам расскажут. Какие целевые группы хотим развивать? Потому что очень важно. Есть несколько целевых групп. Привилегированные покупатели. Это одна целевая группа. Если вы хотите привилегированных покупателей, добро, пожалуйста, пусть их будет миллион, и у вас будет обязательно миллион. Если вы хотите развивать именно лидерские структуры, то какие лидерские структуры должны быть? Сколько должны они делать? Если вы хотите приводить новичков, это другая целевая аудитория. Если вы хотите приглашать предпринимателя, это третья целевая аудитория. Потому что если я запрос сделала предпринимателей, у меня из Агенцова пришел человек, индивидуальный предприниматель, она открывает агентский пункт, она в бизнесе. То есть люди идут из бизнеса. Если у меня была задача поднять лидерский корпус, потому что у меня очень много привилегированных покупателей, то сейчас я вам честно скажу, за прошлый месяц ко мне постучались и пришли в команду трое золотых директоров из Арифлейма. И человек пять или шесть директоров из Арифлейма. Из ЛР пришли. Люди идут оттуда, бегут, потому что они ищут, им нужны профессионалы, им нужны люди, которые так же, как они, горят. Они хотят работать, у них проблемы. Я говорю, вы что с ума посходили? Вы почему бежите-то? Мне, конечно, приятно, но вы почему побежали? Они говорят, цены поднялись. И они говорят, мы не просто не можем себе купить, не просто не продать, мы себе купить уже не можем. Цены настолько выросли, а люди привыкли к хорошему доходу, к тому, что они спокойно жили. И сейчас огромное количество возможностей других сетевых компаний в нашем Миасе, и не только в Миасе, которые хотят и которые понимают, что их бросят. А вы знаете, что, не знаю, могу я это говорить или нет, про Амвейс, про Эйвен сказать? Да, скажу я. Да и хай с ним. Вы знаете, что Ассоциация, что Эйвен вышла из Ассоциации прямых продаж? Сколько мы дадим, значит все. Все. Эйвен не сетевая компания. И знаете, кто бежит ко мне в структуру? Координаторы. Потому что они это знают. А маленькие консультанты распродают остатки и не знают этого. А координаторы уже стучатся. А как у вас так строится бизнес? А как у вас вот так? Представляете, какие возможности огромные у нас есть. Так, наполненность в обучении для каждой целевой группы. Но это вы с наставниками разберете. И разбейте каждое направление по шагам. Это тоже с наставниками вам надо разобрать. Это по этим направлениям мы создавали свое. Давай дальше. Инструменты, методы влияния, которые мы используем именно через интернет. Это система писем под разные ситуации. Мы специально создали ее. Готовые шаблоны для всех консультантов. Мы год это делали в пятером и полгода заполняли свой сайт. Это не значит, что вам нужно создавать сайт. Я говорю о тех возможностях, которые есть и которые можно использовать. И система рассылок, и соцсети, и огромное количество возможностей в интернете. Но мы об этом говорили 4 года назад. Что через 5 лет практически весь интернет будет занят. У вас остался полтора года. Потому что сейчас все пошли в интернет. И если вы сейчас не заявитесь в интернете, кто я, вот я есть, я есть по Берлин. И я могу вам предложить большие возможности. Хотя бы первые шаги туда, если не сделаете. То потом будет встроиться уже сложно. Потому что там будут все ниши заняты. Проектный сайт создали. Проектный сайт для обучения. И для рекрутинга. Бонусную программу. Я даже не вдаюсь туда в подробности. Потому что мы нанимали специального специалиста, дизайнера, программиста, который все подстраивал. Я об этом не говорю. Важно другое. Я просто понимаю, что это все автоматизировано для моих консультантов. Ну и точно так же вы можете автоматизировать здесь, для своих консультантов. Создав площадки развития. Разные. Площадка развития наследия. О чем говорила Ольга. Площадка развития именно компании Фаберлик на своей территории, на своем регионе. Площадка развития именно себя как личности. Огромное количество площадок можно создавать. И просто взять на себя ответственность. Вести это. Даже если не получается. Даже если трудно. Потому что даже если страшно. Это просто ваш страх. Вы его создали. Мы создали бонусную программу. Мотивационную программу на увеличение процента активности и процента средней закупки. Спасибо Иркену Арбачаеву. Спасибо Руслану Святумиру, которые на сцене выступали. Я постоянно езжу и изучаю. Спасибо Марьяму Марове, которая будет. Будет, Светлана, да? Она у нас будет на фестивале. И я еду не только из-за Марьям. Но я знаю, что я сама буду стоять рядом с Марьям. Человек, которая три года назад пришла в компанию. Три года, беременная, с двумя маленькими детками. Она директора открыла, буквально перед родами или только родила. Но сейчас Марья Бумарова за три года открыла, подтвердила квалификацию национального директора в компании Фаберли. И она говорит, я работаю учителем. Днем я учитель. Вечером у меня семья, потому что она, ну у них принято так. Пока она всех не уложила, она говорит, я спать не ложусь, пока я хотя бы одного консультанта не зарегистрирую. Представляете, какая сила желания? У нее просто есть сила желания. Бешеная, неимоверная. И мы смотрели, как она с девочками разговаривает. Она разговаривает так же, как Варя. Чего, 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 чего. Дойду девочке, надо. И подарки, вот она вот с ними, вот прям тютюсечки. Мы говорим, Марьям, скажи, что за секрет? А она говорит, просто все повторяют одно и то же. Трудиться, трудиться. Трудиться, трудиться и трудиться. Но вот она приедет к нам на фестиваль, я думаю, что она поделится какими-то секретами, прям жду. Переслезлиснул ты? Вот смотрите, у вас есть шикарная возможность, и не нужно быть семипядей во лбу, чтобы это создать. Несколько систем. Рассылка писем. Информирование. Это. В начале пути, когда человек только пришел, что ему необходимо знать, куда его направить. Может, маленькие ролики записать надо. Как пробить заказ. Это же не сложно. Дальше. Приглашение на вебинары. Это же не сложно. Рассылка. Через сообщество мы делаем. Мотивация в течение периода. Это же не сложно. Какие-то подарки, какие-то мотивационные программы. Закрытие периода. Напоминание. Осталось там несколько дней. А вы не прошли. И нам компания дает шикарные возможности о том, о чем говорил Рамил. В отчетах есть все. Вот заходи просто и делай. И не надо создавать, как Саша говорил, вот эти листочки. Есть все. Знаете, к нам приходят другие сетевики и говорят, это ж надо. Какая у вас компания умница. Такого сайта, как ваш партнер, мы не видели ни разу. Это такой функционал неимоверный, который нужно просто пользоваться. Именно другие сетевики пользуются там и это делают. Дальше. Система вебинаров. Я вам сказала, сейчас есть система вебинаров. Пожалуйста, приводите людей. Ссылки, рассылки есть. Добро пожаловать. Скайп-чат. Мы создали скайп-чат. Вы не поверите. Вот мы находимся на мероприятии на каком-то. Я фотографирую и отправляю. Вот меня нету, а там люди помогают. Сейчас у нас не вся структура в скайп-чате. Нас всего там где-то человек 300. Это очень мало. Но с другой стороны, я точно знаю, что если кто-то из моих людей в другом городе, в другой стране задаст вопрос, то тот, кто находится в скайп-чате, обязательно ему ответит. Потому что я вчера была занята, готовилась к мероприятию. Потом захожу, а там вопросы. А как оплатить? А как ввести код подтверждения? И не важно кто. Работаем в спарринге, в команде. И кто-то поздравляет, поздравляем с юбилейным, с семейным. Там 5 лет. Вау! А кто-то вот говорит, ой, я новичков привел. О, ну у нас новая квалификация. Ой, встречаю новичка. И это очень просто. И это вы можете все сделать. У нас есть отдельный скайп-чат для бизнес-группы, где мы обсуждаем более серьезные моменты. И есть отдельный скайп-чат, который для всех. Мы так ее и назвали. Живая лента. И там вот, и фотографии, и все остальное. Дальше. И скайп-конференции для бизнес-встреч. Мы обязательно проводим два раза в неделю. У нас есть скайп-конференции для моих держателей, ну вот, групп. То есть, именно для лидеров. Мы это проводим в понедельник у нас как планерка. Мы смотрим показатели, какие мы запланировали, что получилось, что не получилось. Каждый выступает. И точно так же мы просто с ними обсуждаем какие-то тематику. И по средам у нас обязательно для лидеров идет тематическое занятие, которое дает возможность им больше понимать этот бизнес. А для всех остальных есть другие. Структурные собрания, мотивационные программы, обучающие программы. И это у всех есть такая возможность. Им необходимо только, и вы можете это сделать, приводить партнеров, новых партнеров в систему оффлайн и онлайн. И включать их. Второе. Контролировать, чтобы они включались в процессы обучения. По шагу выполняли все те же действия, что делаете вы. И третье. Остальную работу за них сделает система. Потому что те, кто заходят, они начинают жить. Потому что Фаберлик – это жизнь. Это много сегодня рассказывали. Давай следующий. Я тороплюсь, потому что по времени. Я просто хочу вам показать статистику, показатели, когда мы запустили наш интернет-проект. Запуск у нас был в 13-м периоде прошлого года. Прошло 7 месяцев, 11 периодов. На тот момент было у меня 18, приходило в структуру каждый период 18-20 новичков. Сейчас приходит 150-280. То есть вот так вот. Причем это не я регистрирую. Это команда регистрирует. Это люди регистрируют. Это они приводят. Их люди приводят. Была я одна старший директор. Групповой объем на тот момент, помните, там поменяли баллы. У меня было 7 тысяч баллов. Сейчас вот вы увидите. Сейчас я открытый серебряный директор. Четвертый период подряд подтверждаю. Дарья Титова директора. Максим Гурячий сын старший директор. Под ним вырос директор во втором поколении. Пришла 18 января. И вот второй период подряд подтверждает квалификацию директора. На прошлый период, в шестой, у нас был групповой объем всей структуры 17453 тысячи баллов. Объем личной группы у меня, помимо моих директоров, был 8660. Новичков прибыло 280 структур в прошлом периоде. Доход на структуру, я просто не стала показывать вам чеки, но доход на структуру, вот кто получил, 240 852, это получает вся моя структура. Ну там, у каждого своя доля. Объем продаж структуры более 2 миллионов. Это всего за 3 недели. В моей структуре есть Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Белоруссия, Германия. Вчера подписали Францию, есть у нас мужчина, который живет в России, негр, француз, есть у нас Италия, на подходе у нас Финляндия, скоро у нас переезжают в Польшу. И я просто понимаю, что это вообще фавелик, это бизнес неограниченных возможностей. Абсолютно неограниченных. Только вот тот страх, который мы себе сделали, а вдруг не получится. А вдруг у меня не выйдет? Казахстан, двигайся, не дает возможности, еще нажми раз, создать команду вашей мечты. Потому что команда создается не потому, что вы ее позвали, а потому что они понимают, что вы рядом с ними. Что вы всегда подадите руку помощи, что вы всегда ответите на любой вопрос. И даже если, например, я в МИА сейчас не так часто встречаю, все девчонки знают, Тань, а как здесь? А давай вот так, и мы созваниваемся, и я всегда на связи. Интернет – это площадка, которую вы можете занять. Продолжение следует...